Торжественное богослужение в Свято-Никольском кафедральном соборе начинается ровно в полночь. После воду осветят. Считается, что на крещении она приобретает удивительные свойства – очищать, придавать силы, исцелять недуги. Когда в том месте, где Господь крестился, на реке Иордан, после освещения Святые Воды Иордана останавливаются и текут в обратную сторону. Непродолжительно какое-то время. И вот в сегодняшний день у нас также будет великое освещение воды, когда освещается все естество воды. И эту воду можно будет набрать, привезти домой, использовать ее для пищи, для окропления жилищ. Можно самому окунуться или в купели, или в специальных местах подготовленных, или дома окунуться, вылить на себя ведро Святой Воды, для того, чтобы порадоваться, для того, чтобы почувствовать милость и благодать Божью. По традиции, этой ночью у истоков Кошкараты не протолкнуться. Правда, в основном горожане запасались водой впрок. А вот желающих окунуться в родниковую воду было меньше обычного. И это несмотря на то, что холод отступил, и шимкенцы могли насладиться приятной погодой. Карантин диктует свои правила. Людей у истоков реки Кошкарата излюбленном месте для купания сегодня мало, учитывая, сколько православных шимкенцев приходили окунаться сюда в прошлом году. Кажется, большая часть горожан предпочли провести праздник крещения Господня дома. Как и в предыдущие годы, на Кошкарате собрались люди разных возрастов, и, что главное, разных национальностей и конфессий. Не проходите мимо, расскажите, как водичка. Ой, шикардос, не поверите. Теплая? Шикарная водичка. Всех верующих поздравляю с великим праздником. Всем здоровья, главное здоровья. Сначала холодная, а потом теплая становится. Счастья, здоровья, побольше успехов. Я только вылез, и что полотенец у меня не обсох немножко. Как водичка? Водичка прекрасная, погода отличная, все хорошо. Дай Бог всем здоровья, счастья, благополучия, мира и любви. Дежурили на берегах священные реки шимкенские спасатели. Они ежегодно проводят праздник крещения Господня бок о бок с горожанами. Следят за безопасностью. По сравнению с прошлым годом, людей мало, конечно. Но пока что, слава Богу, никакого происшествия не было. Наши ребята дежурят. Сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям. Центр медицины катастрофы и оперативно-спасательного отряда. Сегодня уже купается около 500 человек. Когда люди подходили, были маленькие дети, мы обычно их предупреждаем с родителями, нет. И без присмотра не оставляем. Конечно, предупреждаем. И наши медики тоже здесь дежурят. Всего желающих окунуться в этом году было около 1000 человек. Горожане купались в Кошкарате до 4 утра. Анастасия Новикова, Давранабдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова